Здравствуйте! Началась-таки движуха по моему заявлению о проверке деятельности депутата губернской думы Матвеева на предмет экстремизма. Напомню, в сентябре в благосфере Михаила притянули за то, что он якобы еще в 2014 году разместил в живом журнале статью «Инструкция по набору кадров в НКВД» актуальный документ. Чем автор публикации, видимо, давал понять, что и сейчас описанные там принципы и методы работы актуальны для применения в подборе кадров в современных условиях. Вот в этой связи главный, по-моему, вопрос, так какими данными оперировал автор, предлагая в свободном доступе подобную информацию? Ведь, во-первых, было установлено сразу же, что на деле это и не документ вовсе, а вымысел писателя, который, видимо, желая создать максимально негативный образ органов госбезопасности и методов их работы, напридумывал всякие билиберды и околесицы, при этом облачив ее только в обертку официальных документов. Второе. А вот это вот еще куда интереснее. Еще в 2013 году судом нашим эти измышлизмы были признаны экстремистскими материалами, поскольку в них четко проглядывалась дискриминация и дискредитация определенных групп населения по анатомическим, физиологическим и даже национальным признакам. Размещалось же это на ресурсе блог Матвеев, который у нас привыкли ассоциировать именно с депутатом губернской думы Матвеевым. Правда, после поднятой шумихи материал, провисевший в этом блоге два года, был удален, что дает таки основания полагать, что автор согласился с обвинениями и признает незаконность этой публикации. Зато мне в редакцию отзвонились люди, предложившие ознакомиться с документами на этот счет, которые были у них. Были проведены исследования и экспертизы на предмет установления факта публикации и на предмет ее соответствия как раз текстам, которые были признаны судом экстремистскими. Естественно, от такого предложения я отказываться не собирался. И вот они, результаты экспертизы, заверенные нотариально. Все, так сказать, зафиксировано в полном объеме. Вот охота теперь, чтобы правовую оценку этой ситуации, степень вины конкретных лиц и тяжесть наказания, дали бы как раз компетентные органы. Вот поэтому я с заявлением в прокуратуру и обратился. Разберитесь, имеет ли место в поступках депутата экстремистской деятельности и при положительном ответе на этот вопрос. Озвучите тогда и дальше позицию, какого наказания он за это заслуживает. Меня в рамках проверки уже опросили, что знал, рассказал. Насколько я понял, в ближайшее время будет опрошен и сам Матвеев. Вариантов тут два. Первый. Признаться во всем и покаяться. Мол, было дело, но знать не знал, бесы попутали. А может даже признаться в том, что знал обо всем, но он считает, что так и должно быть. И тогда в личном деле депутата появится статья за экстремизм. Ну что вообще-то крайне для политика, вот крайне нежелательно, поскольку чревато закатом респектабельной политической карьеры в конец. Либо, и мне это кажется единственной возможностью для Матвеева, хотя бы попытаться соскочить с темы, это вот полностью откреститься таки от авторства. Предположить такое есть и основания. У Матвеева уже возникали проблемы недавно с рядом публикаций на ресурсах блог Матвеев по ходу избирательной кампании. И тогда он именно так себя и повел. Начал строить невинность обиженную. Мол, в предвыборную пору писал не он. К блогу отношения не имеет претензий, не по адресу, если к нему. Вполне может повторить что-то подобное и сейчас. Но в этот раз, да, отмазаться сложнее куда будет. Он же только в последнее время отказывался от авторства на этом ресурсе. Стал типа это его там сторонники или даже фиг пойми кто блог ведет. А вот до недавнего времени Михаил Николаевич сам не стеснялся признаваться в том, что он сам в своем блоге публикует все выплески своего мировоззрения. И вообще считает эффективной для себя такую форму самовыражения. А скандальная публикация была сделана еще аж в 2014 году. Ну то есть, когда Матвеев вообще еще и не начинал отмазываться публично от своего авторства в блог Матвеев. Так что, если он все же попробует это сделать теперь, очень интересно получится, поскольку из этого следует что? А следует то, что отречение от того, что писалось уже достаточно давно, равноценно отречению от блога в целом. И значит, тут же обнуляется весь его политический капитал, который он как раз через блог себе и набрал. Но он же как понтовался? Меня читают все и везде, боятся и считаются с мнением в блоге. А тут на тебе, если последует заявление, что блог Матвеев это не Матвеев. Ну то есть, все статьи, расследования, документы, разоблачения, реальные они там у него или псевдо, обвинения, мнения, обозначенные ранее как личная его позиция, по факту оказываются пшиком анонима, а не деятельностью регионального депутата, если Матвеев самолично признается, что все это исходило не от Матвеева. А Миша Матвеев надо тогда понимать, что сам по себе тихий, спокойный, не публичный и не скандальный депутат, не публиковавший никогда разоблачений в живом журнале. Вот если Матвеев официально в подобном признается, я буду долго смеяться над его мужеством и принципиальностью.